Девочка-пай Космос таит в себе множество тайн и загадок. И чем больше мы погружаемся в эти тайны, тем больше появляется вопросов. Что дает человечеству изучение Вселенной? Какие реальные угрозы таит в себе космос? И насколько мы от них защищены? Где мы можем жить, если не на Земле? Здравствуйте! Вы смотрите ток-шо «Твердый знак» и с вами его ведущая Виктория Новикова. Хочу представить наших сегодняшних экспертов. Это Сергей Владимирович Сушков, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теории относительности и гравитации Института физики Казанского федерального университета. Юрий Анатольевич Нефедев, профессор, доктор физико-математических наук, Института физики, кафедра вычислительной физики и моделирования физических процессов, а также директор Астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарта. Алмаз Ильсурович Галеев, гадедат физико-математических наук, доцент астрономической обсерватории имени Васильевича Павловича Энгельгарта. Ну что ж, таким вот составом нам сегодня нужно будет постараться разобраться в насущных вопросах, что же таит в себе действительно загадочная Вселенная, космос. Первый вопрос, который я знаю, есть даже у наших зрителей и участников. Как зарождалась Вселенная и как сейчас она выглядит? Ну, вопрос фундаментальный. Студенты наши молодцы, наши ребята молодцы, сразу спрашивают фундаментальные вопросы, задают, как зарождалась Вселенная, как она выглядит. Ну, на самом деле, наверное, до конца на эти вопросы ответить просто невозможно. Вот, особенно вопрос о зарождении Вселенной. Но я могу только очень коротко сказать, что согласно современным теоретикам, теоретическим представлениям, Вселенная родилась из ничего, из вакуума. Это сопровождалось чрезвычайно быстрым процессом расширения Вселенной, таким экономическим словом инфляции это называется, то есть очень быстрое раздувание. И в конце процесса быстрого раздувания был процесс появления материи. Также все это происходило очень быстро, материя рождалась очень горячей, очень энергичной, и поэтому весь этот процесс получил название Большой Взрыв. То есть Вселенная, можно сказать, родилась в процессе Большого Взрыва, и после Большого Взрыва начался процесс расширения Вселенной, то есть вот эта вот субстанция, составляющая Вселенную, она стала расширяться. Ну и в ходе расширения стали появляться современные структуры. Сначала какие-то туманности, затем стали формироваться первые звезды, галактики. Ну и вот очень коротко я вам описал процесс формирования структуры, возрождения и формирования структуры. То есть если есть какие-то вопросы, надо дальше обсуждать. Давайте следим к словам ребятам. Что взорвалось, вот вы сказали про теорию Большого Взрыва, а что конкретно? Вселенная, есть даже такой термин, рождение из ничего. Рождение из ничего, под ничего понимается вакуум, ну если говорить строго, то физический вакуум. И физический вакуум – это ничего в том смысле, что там нет обычной материи. Обычной материи той, из которой состоят звезды, из которой состоим мы. Но есть материя, вакуумное напряжение, вакуумная энергия, вакуумное давление. И это ничего, оно умещается в очень малых объемах, скажем так. Вот это самое главное. И можно по-другому сказать, что это состояние, такое экстремальное, высокоэнергетическое состояние. То есть чем больше энергии, тем материи некуда деваться, и она трансформируется и превращает его в такое вакуумное состояние. А откуда взялось это начальное состояние? Ну, на это ответов пока нет. Но, судя по всему, вот именно из начального вакуумного состояния как раз и начала формироваться наша Вселенная. И этот процесс, повторяю, был чрезвычайно насыщен энергией. И то, что мы, где мы живем сейчас, это уже очень и очень такие остатки вот этих высокоэнергетичных процессов. А вообще Вселенная, она продолжает расти? Действительно, вопросы о том, как начиналась Вселенная, и вопросы о том, какая судьба у Вселенной, это вопросы во многом теоретические, и это вопросы во многом связанные с тем, чтобы вот наши знания настоящие, те, которые у нас есть, мы бы смогли продолжить либо в удаленное прошлое, либо в удаленное будущее, и делать какие-то теоретические предсказания. А поэтому, действительно, может быть, у нас тут есть коллеги из обсерватории, вот они нам расскажут. Давайте, может быть, поговорим о том, на чем сейчас делают акцент ученые. Вот что всех сейчас больше заботит о том, что действительно происходит в космосе? Ну, я хочу сказать следующее, что тут нужно опять-таки этот вопрос разделить даже точно на два вопроса. Первый вопрос — это дальний космос, и другой вопрос — это ближний космос, ну, Солнечной системы минимум. Вот я, например, занимаюсь вопросами как раз Солнечной системы и телами, которые в ней располагаются. Алмаз Ильсурович, он больше занимается вопросами астрофизики, то есть дальним космосом. Сергей Владимирович, он занимается вот этим общим в целом космосом. Вот такая вот парадигма у нас происходит. Но я хочу сказать следующее, что если рассматривать нашу Солнечную систему, то сейчас очень большое движение происходит в направлении ее исследования, потому что вот в этом году, в 2016-м, было много конференций, посвященных пилотируемым, во-первых, полетам человека в космос, затем освоению с помощью космических аппаратов Меркурия. Вот сейчас решается вопрос о полете совместном с американцами на Венеру, космических аппаратов. Тут в этом году произошла еще очень интересная, скажем так, даже революция. То есть в 2015-м, в 2014-м годах там была направленность, давайте, ребята, полетим на Марс. Была такая идея, и американцы полностью переключились на полет на Марс. Но правда в России оставились люди, которые считали, что все-таки надо заниматься Луной. Как раз в 2023 году есть данные, да, у нас? Я хочу что сказать. Насчет 2023 года я сейчас дополню. И вот одним словом, следующим образом, то, что японцы перестали Луной заниматься в 2015-м году, сказали, что мы будем только Марс. Ну, в общем, Марс, Марс, Марс. Остались только европейцы, скажем так, и вот Россия. Но потом выяснилось, что, оказывается, пилотируемый полет на Марс, он не может быть осуществлен по той простой причине, что до Марса просто человек не долетит. По двум простым причинам. Первое – невесомость. То есть, пока мы не создадим искусственную гравитацию на корабле, хоть мы будем погружать в анабиоз, там, космонавта, или астронавта, у американцев астронавта, или танканавта, это китайский товарищ, то тут история какая. В любом случае, человек уничтожит себя сам. То есть, органы начинают отмирать, так как они не работают в невесомости. Максимум – это вот бот-рекорд. Дальше начинаются вот эти вот процессы. А до Марса и обратно полет длится гораздо дольше. Ну, вот там со мной спорили, сказали, что с помощью упражнений можно все-таки там, чтобы человек более-менее себя чувствовал нормально. И желающие, которые готовы уехать и не вернуться, я знаю. Да, ну, это всегда такое было, наверное. Но я хочу сказать следующее, что даже долетев до Марса при таких условиях, кто их там реанимировать-то будет? В общем, одним словом, это первое такое препятствие, чтобы человек полетел на Марс. Невесомость. Казалось бы, такое безобидное слово. Второе препятствие – радиация. То есть, радиация такая сильная у нас находится за атмосферой Земли, что просто, опять-таки, она не позволит человеку выжить. И, соответственно, по подсчетам, для того, чтобы более-менее от нее защититься при полете на Марс, стенки космического корабля должны быть толщиной 1 метр. Ну, вы сами понимаете, что такой аппарат до Марса запустить достаточно трудное дело. И поэтому быстро переориентировались опять на нашу ближайшую, родную, скажем так, спутник, наш ближайший спутник – это Луну. На нашу Луну. И я хочу сказать следующее, что сейчас, вот, допустим, опять-таки, на этих конференциях, где я присутствовал, где-то 80% докладов было как раз об освоении Луны. Ну, вот, мы делали соответствующее интервью в свое время, что приезжал в этом году к нам Алексей Архипович Леонов. Он делал тоже большой доклад на нашей конференции, которая была в августе месяце международной. И он там как раз сказал, что в свое время, вообще-то, должны... Советский Союз должен был в первый полететь на Луну, но, к сожалению, умер Королев. А оказалось, что вот такого пробивного человека, который это все осуществить, ну, в данный момент времени, в тот момент времени не было. И полетели первые американцы. Хотя сам Леонов готовился как раз быть первым человеком, который полетит на Луну. Вот также большое сейчас направление получило исследование астероидов. Комет после полета Розетты. И Розетта сфотографировала очень прямо в буквальном смысле слова не только поверхность кометы, но заодно и приземлилась на эту комету. А астероиды требуются для того, чтобы в будущем наша экономика жила за счет астероидов, потому что некоторые астероиды полностью состоят из меди или из железа. Представляете, там в одном астероиде небольшом столько же меди, сколько все запасы, которые существуют на нашем земном шаре. То есть это экономически когда-то будет выгодно. И, соответственно, астероиды должны изучаться по той причине, что есть такая вероятность, что когда-то астероид все-таки опять на Землю упадет. А если упадет астероид, который диаметр больше, чем 10 километров, и он железный, то биологическая жизнь на Земле прекратится. Пока технических средств избежать столкновений с астероидом не существует. Мы тоже только можем наблюдать, как вот тут как раз Сергей Владимирович. Мы можем наблюдать и сказать, ребята, скоро дело будет. То есть технически мы предотвратить это пока, к сожалению, не можем. Но к этому надо стремиться. Ну и разумеется, метеоры. То есть метеоры тоже это большой объем наблюдательных данных. Это хорошее исследование, включая исследования самого Солнца. И это все важно для того, чтобы, опять-таки, была у нас космонавтика. Так как, по большому счету, где-то 60-80% стоимости космического аппарата – это защита, разумеется, от тех вот элементов, которые у нас в космосе летают, и которые могут космический корабль ударить и привести его в неисправность. Вот такая вот вещь. А про дальний космос – это уже вот так, Алмаз Сельсурович может сказать. Хорошо. Я сейчас нам предлагаю посмотреть небольшой опрос. Что думают казанцы вообще о космосе? Мечтают ли они жить на других планетах? И какие у них ассоциации вызывают именно звездное небо? Скажите, пожалуйста, ваша первая ассоциация при слове «космос»? Галактика. Открытое небо. Как вы думаете, что космос вообще дал человечеству? Эволюцию. Природа. Какие-то новые знания. Не знаю, даже что еще сказать. Хотели бы вы полететь на другую планету? Да, хотя бы, интересно. Не знаю, мне кажется, еще наша планета не особо так изучена, чтобы на другую лететь. Не знаю, у меня такое мнение. Я засыпаю под такую программу, которая называется «Космос. Пространство и время». Это сериал. И далеко не спокойные у меня ассоциации вызывают. И их множество. А космос – это здорово, это эволюция, это мы. Я узнал про планету Венера, которая была когда-то такая же, как и мы. Такая же, да? Но не населенная. Но из-за того, что там были только вулканы и горы, не было растений, деревьев, которые перерабатывают СО2. СО2 заполнил эту планету. И поэтому там стал такой эффект, это называется парниковым эффектом. То есть солнце туда, тепло солнцу поступает, а обратно не выходит. Скажи, пожалуйста, какие у тебя ассоциации возникают при слове «космос»? Космос – это что-то необъятное. Когда смотришь на небо, какие у тебя эмоции, ощущения? Хочу улететь туда, там парить в облаках. Хотел бы вообще пожить на какой-нибудь другой планете? Ну, мне здесь хорошо, но на Марс бы я слетал. Так, губратухам. И вообще, как думаешь, что космос дал человечеству? Не знаю, наверное, влюбленные взгляды, пар, которые смотрят наверх. Скажи, пожалуйста, первые твои ассоциации при слове «космос». Верхние слова – атмосферы, звезды, безвоздушное пространство. Как ты думаешь, мы полетим вообще на Луну? Лично вы? Нет, ну, в скором времени, я не знаю. В скором времени. Ну, все будет зависеть от того, захотят ли люди развивать космические различные программы. Ведь одно время это была популярная тема, а сейчас стала, видать, не очень актуальной. Видать, мир занят другими важными проблемами. А что дает вообще изучение космоса человечеству? Это большой потенциал для, ну, в дальнейшем, какой-то колонизации, ну, как вариант для изучения новых каких-то химических элементов, которые могут так или иначе оказать свое воздействие положительное или не очень на человеческую жизнь, на человечество в целом. А ваша первая ассоциация при слове «космос»? Космос? Бездна. Звезд полна. А можно еще, пожалуйста? А как вы думаете, что вообще космос дал человечеству? Сложный вопрос. Полет. Вечность. Дума. И что вы чувствуете, когда смотрите вообще на небо, на звезды? Ощущаю себя птицей и хочу летать. Скажите, пожалуйста, ваша первая ассоциация при слове «космос». Космос? Гагарин. А что вы еще знаете о космосе? Что он очень большой и вселенная необъятная. Как вы думаете, зачем вообще человечеству изучать космос? Ну, главный вопрос найти. Единственны ли мы во Вселенной? Вот это, я думаю, самый главный вопрос, который волнует каждого, наверное, на этой планете. И что у вас внутри происходит? Или какие ощущения, когда вы смотрите на небо, на звездное небо? Это очень и очень красиво. Вот приятно ощущать у себя частичкой чего-то такого большого. Ощущаясь, что ты маленький человечек, но приятно, что ты частичка всего этого большого. Ну, наверняка у наших ребят уже созрели вопросы к нашим экспертам. Вам слово. В прошлом году в Америке частная компания заявила о том, что планирует ловить астероиды, грубо говоря, и доставлять их на Землю для извлечения оттуда полезных ископаемых. Как, по-вашему, это на данный момент времени возможно? Или это были какие-то популистские высказывания больше? Ну, я хочу сказать следующее. Я уже на этот вопрос сегодня отвечал. Что это, конечно, еще раз повторяю, вот космос, космос, это такой вот, как сейчас люди говорили на улице, впечатление создается бездна, которая, в общем-то, не имеет границ, бесконечная в своих размерах, хотя имеет ограниченный объем. Но тем не менее хочу сказать следующее, что ближний космос, он как раз сейчас интенсивно осваивается с точки зрения того, что мы будем использовать астероиды, получать от них, вот я сказал, уже полезные какие-то ископаемые. Мы будем осваивать и Луну. Все, еще раз повторяю, это даже не фундаментальное, а практическое. Сейчас ближний космос, это практика, группировки ГЛОНАСС, GPS для определения точных координат, освоение Луны, освоение астероидов и так далее, это все экономически обоснованные проекты. При этом я хочу сказать следующее, что тащить сюда астероид на Землю и тут его пилить ножовками никакого смысла не имеет. В общем-то, считается, что это все будет происходить в космическом пространстве, и каким-то образом сюда будет все это транспортироваться, так же, как будут определенные полезные ископаемые транспортироваться с Луны. То есть, это не Луну к нам будут на веревке тащить, а еще раз повторяю, все там будет бываться, но пока это все очень дорого. И экономически не обоснованно, но мы идем вперед, и когда-то это все осуществится, когда, особенно на Земле, этого уже практически ничего не будет. И, соответственно, я хочу сказать следующее, что в перспективе это да, но вот эти все проекты, там, допустим, американцы говорят, мы можем тоже с вами говорить, что мы вот будем сюда каким-то образом астероид доставлять, и здесь его одним словом исследовать. Да, приблизить к Земле возможно, определенными, такими сейчас пока фантастическими, правда, но средства такие существуют технически, то есть, можно сказать, это возможно. Но непосредственно на Землю астероид, конечно, никто сюда затягивать не собирается. И хочу сказать следующее, что освоение Луны сейчас рассматривается тоже чисто с экономических, практических таких вот взглядов. Там очень много направлений, это и запуск космических кораблей, и космических спутников с Луны, так как там нет атмосферы, это гораздо проще делать. И, соответственно, наблюдать за Землей, потому что, по большому счету, вот эта лунная база, это гораздо более экономически выгодное мероприятие, чем, допустим, станции МИР, сейчас вот этот МКС, который летает. То есть, там большие затраты для этих станций происходят, для их, в общем-то, обеспечения. А на Луне это гораздо будет проект дешевле, несмотря на то, что это будет на Луне. Но, еще раз говорю, это будущее. Пока это все технически только в перспективе. Спасибо. Алла Масулсович, ну давайте попробуем ответить на вопрос, что такое черные дыры, и что загадочного есть в стенах нашего планетария Казахского фестерального университета. То, что мы говорим про эволюцию звезд, это одна из самых лучших разработанных теорий в современной астрофизике. И эволюция звезд очень хорошо описана. И вот то, что мы говорим про черные дыры, это один из результатов эволюции звезд. То есть самые массивные звезды, которые мы видим на нашем звездном небе, самые яркие звезды, ну такие как Бетельгейзе, например, это звезды, которые в будущем превратятся в черные дыры. То есть обязательный эффект, то есть обязательно звезда умрет, ничего вечного нет ни под Луной, ни за Луной. Поэтому мы говорим, что мы знаем, что есть три основных варианта эволюции звезд, или превратиться в белый карлик, или нейтронную звезду, или черную дыру. Черная дыра – это, по сути говоря, совершенно необычный объект по современным, по нашим представлениям. Потому что он относится уже, как сказать, к той самой теории гравитации, про которую мы сегодня начали говорить. И это действительно остаток звезды, но совершенно необычные свойства. То есть за счет того, что огромная масса и очень маленький размер этого объекта, и никакой объект не может улететь. То есть от Земли можем улететь, от Солнца даже можем улететь. А вот из черной дыры практически ничто не может улететь, даже свет. Поэтому и называть черной дырой. Поэтому увидеть такой объект невозможно, но можно увидеть его воздействие на другие тела. То есть такая огромная масса вызывает воздействие на соседние звезды, и мы можем увидеть вот этот эффект. Но кроме эволюции звезд, о котором мы говорили, один из самых интересных результатов, и чем занимаются астрономы сейчас, это, конечно, планеты около других звезд. То есть вот у нас в сюжете было сказано, что самое интересное для людей – это жизнь во Вселенной. То есть многие годы, может даже века, люди думали, есть ли жизнь во Вселенной, одни мы или еще кто-то есть. И вот сейчас, последние где-то 20 лет, как сказать, не перелом произошел в астрономии, но очень много новых данных появилось, и самое главное, что это существование экзопланет. То есть планеты около других звезд, их известно уже несколько тысяч, и они так разнообразны. То есть есть планеты, похожие на Землю, похожие на Венеру, на Юпитер. То есть и каких угодно вариантов. Если представьте, у нас всего 9 планет, 8 планет, и они совершенно разные. А представьте, среди тысяч планет сколько много вариантов может быть. И, конечно, ученые считают, что жизнь может быть, и причем в любом виде, и в виде простейшей бактерии, и в виде разумной жизни, но не факт, что эта разумная жизнь к нам прилетит, мы ее вряд ли увидим. Как повезло все-таки нашим потомкам, которым предстоит это все исследовать? И, конечно, основные очень интересные вещи, то, что мы можем рассказать, конечно, мы можем показать на нашем планетаре, планетаре Казахского федерального университета. Это очень интересный проект, который осуществил наш университет, потому что планетарий позволяет людям увидеть тот самый космос, то есть о чем люди говорят. Но, к сожалению, в городе очень сложно увидеть звездное небо. Засветка не позволяет нам увидеть чистое звездное небо, увидеть Млечный путь. А планетарий Казахстан, конечно, это мы можем увидеть и звезды, которые есть на небе, и Млечный путь, и даже можем увидеть звезды в других местах нашей планеты, допустим, в Австралии. То есть нам не надо лететь в Австралию, мы можем, оказавшись в планетаре, увидеть, какое же звездное небо у противоположных жителей нашей планеты. Когда лучше посещать планетарий? Когда лучше видны звезды? Ну, в планетарии есть звезды, можно в любой момент, когда мы включим. То есть для этого есть специальное оборудование, которое позволяет демонстрировать звездное небо. И поэтому сейчас планетарий работает под началом Института физики Казахского университета. Есть, там проводятся лекции. И, конечно, в лекциях не только показ звездного неба. То есть там, можно сказать, три варианта. То есть в первую очередь это показ звездного неба, это самое главное. Потому что людям интересно увидеть звездное небо. Во-вторых, у нас есть возможность увидеть, совершить путешествие по Вселенной. То есть мы можем представить себе, что мы находимся на борту космического корабля. И не выходя из этого здания, побывать на Марсе, на Юпитере. То есть реально мы там не побываем, а вот такое совершить путешествие мы можем. Можем путешествовать по галактике и даже посмотреть на ту Вселенную извне. То есть с края нашей Вселенной, как выглядит наша Вселенная. Это очень потрясающе. И это реальная картина. То есть не придумана не теоретическая модель, а именно картина, которая построена по современным представлениям, которая наблюдается. И тем, кто хочет побывать или как-то разнообразить свой досуг, мне кажется, нужно обязательно прийти в Казахстан. Конечно, обязательно. Это очень потрясает. То есть мы можем показать то, что люди в обычной жизни не увидят. И, допустим, на плоском экране телевизора такое вы не увидите. Это потрясает вооружение, потому что мы окажемся внутри. И кажется, что мы сами участвуем в этом процессе, а не просто смотрим из вне. Действительно тайны. Могут быть раскрыты в какой-то технике для каждого. Ирина Анатольевич, знаю, что не так давно вы ездили вместе с вашими коллегами на Конгресс Соединенных Штатов Америки. Расскажите, пожалуйста, о ваших докладах и что интересного вы для себя узнали. Я хочу сказать следующее, что действительно Конгресс этот был очень большой. Это был объединенный Конгресс Американского астрономического общества и Европейского Конгресса планетарных исследований. И, соответственно, разумеется, было посвящено очень много докладов исследованию Солнечной системы. Было более 1400 участников. Сами понимаете, что там на совершенно любой вкус были доклады. Но я хочу сказать следующее, что, к моему удивлению, там было огромное количество докладов, посвященных именно жизни человека в экстремальных условиях. То есть вот именно полет на Марс, как они будут жить на Луне, как они могут жить, вращаясь, допустим, двигаясь в космическом корабле вокруг нашей Земли. Не хотят просто так жить, скучно. Да, то есть я еще повторяю, на других спутниках, например, на Европе, спутнике Юпитера, то есть вот эти все вещи, огромное количество докладов было посвящено. Также было очень много докладов по метеорной обстановке, которая складывается не только вокруг нашей Земли, но до орбиты, опять-таки, Марса, так как это очень важно для расчета космических кораблей. Затем было очень много интересных докладов по исследованию комет, в том числе с помощью вот этого спутника Розетта. Герасименко-Черюмова комета там в основном исследовалась в этом плане. Разумеется, также интересные доклады были посвящены и Луне. Вот наша как раз делегация этого доклада по Луне, мы в этой секции работали. И, соответственно, скажу следующее, что те проблемы, которые решаются у нас в нашей Казанской школе Луны, они очень сейчас востребованы, очень важные, которые направлены, во-первых, по построению цифровых карт Луны, отнесенных определенной системой отсчета по исследованию физической вибрации Луны. И они встретили там достаточно интересное такое понимание, много вопросов, потому что сейчас специалистов в мире осталось не так много, особенно в области физической вибрации Луны и координатно-временного обеспечения. Сейчас, знаете, вот современные они ученые, они стараются что делать? Допустим, какой-то космический аппарат полетел, нафотографировал там определенные какие-то вот объекты, и вот эти фотографии начинают рассказывать. Вот тут так, тут эдак, а вот таких вот серьезных уже работ, точности, которые нам требуются для осуществления, еще раз повторяю, любых космических миссий, это как-то остается за бортом, а это при этом самое важное, в общем-то, направление. Ну, хочу сказать следующее, что при работе на этом конгрессе мы встретились со многими коллегами, договорились о будущем сотрудничестве, и удалось сходить также в обсерватории Гриффита, нас свозили туда, очень интересная обсерватория, там тоже планетарии есть, огромные экспозиции, посвященные космосу, и самое главное, как выяснилось, все это бесплатно для посетителей, вот такая-то вещь. Удалось побывать около модуля, который садился на Луну, в общем-то, тоже очень, я считаю, значимые события, побывать в НАСА, в общем, программа была очень насыщенная, и дней хватило буквально прям секунду в секунду. Ну, главное, что вас оценили по достоинству, и что вы имеете в правильном направлении. Да, да, да. Спасибо. Сергей Владимирович, вам слово, наша программа подходит к концу, хотим вот предоставить слово вам. Я немножечко скажу про черные дыры, я хочу просто добавить. Черные дыры были до недавнего времени объектами гипотетическими, и только такие махровые теоретики занимались черными дырами, но с какого-то времени астрономы просто-напросто открыли черные дыры, фактически черные дыры были открыты. Это действительно уникальные объекты, и это объекты, которые имеют экстремальные гравитационные поля, то есть силы притяжения очень большие. То есть черные дыры существуют, и сейчас мы должны, теоретики должны это принимать в внимание, и вот научиться описывать, а астрономы должны научиться наблюдать черные дыры. Но в заключении я присутствовал на этой беседе и думал про наш университет. Вы знаете, какие-то такие у меня патриотические мысли, потому что я сидел и думал, что только в Казанском университете мы можем говорить о ближнем космосе, об исследовании ближнего космоса, мы можем говорить об астрофизике, о физике звезд, иначе говоря, мы можем говорить о космологии, о физике Вселенной в целом. И кроме того, планетарий – это ведь образование. У нас совершенно уникальный комплекс в Казанском университете существует, и сейчас есть возможности, добавились новые возможности с созданием стратегических академических единиц. У нас работает САЕ под названием «Астровызов». Это действительно так, и это здорово. Вот я, хотя сам занимаюсь космосом все время, но вот сейчас как-то я осознал. Как нам повезло всем, что у нас есть такие возможности. Да, как нам повезло, и повезло многим студентам, которые работают в этом направлении. И у нас всегда поток таких студентов не иссякает. Иногда это со спичку, иногда такой большой поток идет, но тем не менее так. Так что вот я, наверное, хочу подвести такой итог, что, может быть, это наша не последняя встреча, в этой короткой встрече все очень трудно рассказать, и обо всем поговорить. Так что... Действительно, нам стоит ценить то, что у нас есть, такие прекрасные возможности, и не только для студентов, но и вообще, наверное, для всего города, для Татарстана, да, посетить даже наш планетарий, прикоснуться к этому чему-то загадочному, открыть для себя хотя бы этот действительно таинственный мир. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли, поговорили на эту тему, приходите к нам еще обязательно. Ну а с вами мы увидимся уже на следующей неделе. С вами была ведущая токшо «Твердый знак» Виктория Новикова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин